Субтитры подогнал «Симон» 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 компет тогда в 2008 у меня все нещадно тормозил даже на среднем вот я искал компромисс и сейчас же тут компромиссов нету так ну что давайте окунемся на пять лет назад представляете как уже быстро прошло время пять лет назад вышел первый масс эффект и за эти пять лет они успели наклепать тебе веры вторую и третью часть да да старое старое доброе создание персонажа альянса n7 ну знаете сейчас я в точности повторю создание именно того персонажа которого я создал ровно пять лет назад и собственно с этим персонажем я проходила все остальные части то есть вторую и третью часть то есть у меня я оставлял сейва от 1 поэтому сейчас мы постараемся воссоздать в точности того же самого персонажа которого я создал пять лет назад так создание мужского персонажа в принципе давайте оставим имя и фамилию это нам не особо важно меня больше интересует внешность волны дейте коробки детектив please реконстракт давай восстанавливаем так кем у нас был я выбирал в тот раз землянина то есть сирота мы были наше детство юность прошли на улицах огромных мегаполисов земли и мы вырубились из мирового уличного насилия преступных группировок записавшись в войск альянса едва вам стукнуло 18 лет конференция психологическое профиле так ну герой войны уцелевший давайте знаете мы будем я сразу заговорю что развивать персонажа буду в ключе героя до постараемся как можно меньше очков ренегата ему давать поэтому он у нас будет героем войны так ну и наконец мое любимое какие классы так что вот мой любимый был штурмовик штурмовики имеют среднюю врань в оружии специализируются на пистолетах и дробовиках ну солдат самый наименее интересный перс ну как я понял штурмовые винтовки могут носить и нормально использовать только только солдаты но мы не будем изменять традиции как я сказал делаем так же как и несколько лет назад когда я играл еще в первый раз в эту игру поэтому штурмовик конечно же как раз это солдаты имеющие биотические способности их специализация ближний бой использование боевых имплантантов и оружие делает их очень опасными противниками штурмовики используют среднюю броню в оружии они специализируются на пистолетах и дробовиках инфляция пищу лагерки да конечно меня и внешне сейчас будем делаться примерно похоже строение лица вот вообще скажу что в принципе то и дальнобойное оружие в масс-эффекте то во все серии в принципе были не очень нужны связано это с тем ну во первых с самим движком анриал энджин анриал энджин как мы знаем он особо не любит открытое пространство и как бы сами структуры уровней в масс-эффект они такие что в принципе там нет особо таких пространств больших и открытых там в основном такие линейные уровни в основе своей они идут как вот такая большая труба да цилиндра ты по ней идешь поэтому каких-то там сильно сильно больших пространств да или стрельбы на дальней дистанции там практически нету ну в основном средний и ближний бои для среднего боя у нас будет пистолет а для ближнего дробовик так сейчас примерно вспомним вспомним как у нас как у нас тут чел выглядел за которую я играл какой же ты урод не ну для того времени опять же все было вполне себе неплохо сделаем его не таким кабаном скулы 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 ну-ка повернись-ка парень давай-ка мы тебя со стороны посмотрим впал остачок что-то я не вижу не вижу никак ну окей ладно тут нет сейчас самое-самое быстрая надо сейчас прическу по-быстрому посмотреть так прическа делаю я вот такую прическу по-моему самое подходящее сейчас сделаем из него этакого француза так цвет растительности цвет волос ну вот уже хоть что-то похожее на то какой у меня перс был так и на лице цвет растительности на лице также его сделаем так бараде оставим его в французские усы о с бородкой с такой так но все равно немного не тот тем не менее леонид ильич так сейчас мы найдем глазам так форма глаз вот такие знаешь у нас будут глаза как у Клинт Ист будут такие что ты на меня так смотришь так положение глаз ширина посадки господи и это она я напомню это был 2007 год так и будет он у нас пускай будет зеленоглазым так но уже уже что-то похожее уже что-то похожее ну в принципе почти почти себе такой нормальный человек что-то так глубина подбородка ну вот видите в принципе своего нормального персонажа тоже можно создать надо только проявить немного фантазии просто я смотрел у многих людей наоборот было слишком много таких знаете таких персонажев уродов которые которых создавали специально чисто поржать еще не на рта но у нас слишком таким ратастом не будет повернись ты уже так ну и так нос еще да вот нос надо поменять явно хотя какие какие же ноздри какие же ноздри у него так нам надо будет что-нибудь поменьше ну вот как-то так да сейчас еще вариант посмотреть нет тут разработчики явно что-то курили потому что такие носы это еще придумать надо так ну и что у нас так так шепард землянин герой войны класс штурмовик попёрли да мы подтверждаем так ну оставляем как есть да кстати играем мы в локализацию snowball то есть при оригинальной английской озвучке чек-навигация чек-н-ternал-миссион-синк-engaged ол-systems-on-line drift just under 1500к 1500 is good your captain will be pleased I hate that guy Nylas gave you a compliment so you hate him you remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom that's good I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead so that's incredible side spectres are trouble I don't like having them on board call me paranoid you paranoid the council help fund this project they have a right to send someone to keep an eye on their investment yeah that is the official story only an idiot believes the official story на и вот это вот знаменитые радиальное кольцо да ну вообще на тот момент сама графика которая выдавала игрок казалось просто таки на уровне кинематографичности просто такого хорошего дорогого фильма кино конечно она и сейчас хороша даже спустя пять лет все-таки за пять лет я посмотрел чисто в технологическом плане технологии то сами по что касается графики недалеко то и ушли yep they don't send inspectors on shakedown runs so there's more going on here than the captain's letting up joker status report just cleared the mass relay captain stealth systems engaged everything looks solid good find a combo and link us into the network I want mission report relayed back to Alliance brass before we reaching prime aye-aye captain better brace yourself sir I think и так вот мы и на месте вот мы в нормандии так кстати как тут совсем я забыл как тут ходить пешочком казалось так переключение ходьбы и бега нас на клавишу z код отвечает за то чтобы мы достали орудие так ладно нас уже ждут в радиорубке и поэтому идем congratulations commander looks like we had a smooth run you heading down to see the captain sounds like you don't trust our turian guest sorry commander just having a chat with Adams down in engineering didn't mean to cause any trouble but you have to admit something's odd about this mission the whole crew feels it ну да кстати не очень похож на того перса да стоит признать еще совсем юнец хе-хе-хе think the alliance brass is holding out on us all we supposed to do is test out the stealth system why is captain Anderson and Anderson in charge and then there's Nihilis spectres are elite operatives top covert agents why send a spectre a turian spectre on a shakedown run it doesn't add up ну короче говоря штурман пресли начинает понимать что тут как то все не слишком то и прозрачно как есть на самом деле тут опять же спектры турианец этот Эндерсон и не просто так они летают на этом корабле да чтобы его испытать что то тут явно большее неизвестно например скажу о живописке смехах и неизвестно о нашем месте сканах и смециях и сверхъедневная технология Нормандия это единственный корабль с ним полный рывок но почему мы полностью напитали зимой скелетон кры... плюс'а ниялис это неправильно предрекомен, что следующие на вторые руках просто что что это? неизвестно, командир мы здесь на mentes я не фан того о существует Я увидел, если я смогу получить ответы, когда я его увидел. Удачи, командир! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Согласно тебе сказать. Ты себя чувствуешь в Брассе. Все знают, что ты можешь сделать. Это моя большая шанс. Я хочу показать, что я могу сделать! Ты молод, корпорал. У тебя длинная карьера перед тобой. Не делай что-то другое, чтобы это разрушить. Не волнуйся, сэр. Я не буду это разрушать. Капитан ждет меня. До свидания, командир. Да, командир, это что-то, которое ты нуждешь? Капитан ждет меня. До свидания, командир. Дженкинс, знал бы ты, что с тобой произойдет чуточку попозже. Тем временем мы уже пришли в главную рубку. И нас тут встречает некто Найлустурианец. На картинке мы видим тот самый Идан Прайм. Командир Шепард, я надеялся, что ты придешь сюда сначала. Это будет нам возможность поговорить. Капитан сказал, что он встретит меня здесь. Он на пути. Я интересен в этом мире, где мы идем. Идан Прайм. Я слышал, что это довольно красиво. Они говорят, что это парадиз. Да, парадиз. Серен, спокойно, безопасно. Идан Прайм стал бы что-то символ для твоих людей, не так? Допустим, что человечество не может построить колонии по всей галактике, но и защитить их. Но как безопасно это реально? Ты знаешь что-то? Твои люди все остальные новости, Шепард. Галактика может быть очень опасным. Альянс действительно готова для этого? Я думаю, что это время, чтобы мы сказали командирам, что действительно происходит. Эта миссия гораздо больше, чем простой шейкдон-райм. Ну, собственно, подозрения Штрумана и Пресли казались правдивыми. Старик действительно был прав, что-то тут не то. Я думал, что там было что-то, что ты не говоришь нам. Мы сделаем коферный пикап на Эден Прайм. Поэтому мы нуждали операционные системы. Есть, может быть, причина, что ты не рассказал мне об этом, сэр. Это происходит с точки зрения. Информация только на нужной базе. Расследование на Эден Прайм. Университет какой-то бекон, во время экскавирования. Это было Протео. Тысячелетия, а может быть, даже и миллионов лет назад. Хотя... Хотя, погодите. Пятьдесят тысяч лет назад? Ведь... Женецы последний раз свой урожай собрали. Или я ошибаюсь? Я думал, что Протеоицы уничтожили 50 тысяч лет назад. У них легасия еще остается. Масс-релай, Ситадель, наш корабль двигается. Это все зависит от Протеоиных технологий. Это большой корабль. В последнее время, что человечество произошло так же. Это уничтожило наши технологии на 200 лет. Но Эден Прайм не имеет поселения для обеспечения этого. Мы должны обратить Бекон в Ситадель для правильного исследования. Объясненно, это пройдет без искусства человеческих интересов, Commander. Эта обнаружия может влиять каждого спещества в стадии. Почему мы не оставили Бекон для себя? Вы, человеческие, не имеете лучшую репутацию. Немного спещества видят вас в Ситадель. Немного непредсказуемого. Немного непредсказуемого. Немного опасного. Бекон для этого Бекона будет улучшить отношения с Консулом. И мы нуждаем их научную экспертизу. Они знают больше про Протеоиных, чем мы. Бекон не единственный причин, что я здесь, Шарид. Нилус хочет видеть вас в действии, Commander. Он здесь, чтобы эвалировать вас. Я думаю, что это объясняет почему я бомбал в него каждый раз. Я думаю, что это не так. Альянсия пытается сделать это за много времени. Люди хотят большую роль в форме интерстеларной политики. Мы хотим больше с Ситадель-Консул. С Ситадель-Консул представляют Ситадель-Консул. Альянсия. Если они принимают альянсия в их рамках, это показывает, как далеко Альянсия пришла. Вы обрабатывали ассалты во время Блитча. Вы показали не только умение, но и невероятную силу. Это почему я поставил вашу название в Ситадель-Консул. Блин, какой же у него все-таки уродский нос получился. Ну ладно. Вот это вот поворот, да. Знал, что меня повысит, конечно, на работе, но... Я думал, он меня просто повысит слесарем 3-го разряда, а тут сразу брасы мастера дали. Я думаю, что это хорошо для Альянсии. Альянсия требует этого, Шеперда. Мы рассчитываем на тебя. Я хочу увидеть твои скиллы в Ситадель-Консул. Альянсия-Консул будет первая из многих миссий. Ты будешь в charge of the ground team. Закривай бакон и отправь его на корабль в АСАП. Найлас будет присоединять вас, чтобы наблюдать миссию. Ну что ж, давайте поподробнее еще раз во всех деталях узнаем про протеаны, дым прайм и маяк. Что ты знаешь про протеаны? Просто то, что они нам сказали в школе. Они были технологически развивающие специи, которые рулили галакцией 50 000 лет назад. А потом они исчезли. Никто не знает, как и почему, хотя я слышал много теорий. Но все верно, что галактическая цивилизация не существовала без них. Наши цитадель – это очень сердце галактической общественности. И без их массовых релэйов, интерстелларный путешествие не было возможно. Мы все оважаем про протеаны. То есть, все пошли примерно по одному паусе развития. Я хочу узнать больше о Eden Prime, до того, как мы перейдем. Это спокойно оборудование. Но это представляет что-то гораздо большее. Eden Prime – одна из наших старых и самых успешных колоний. Это показано, что мы готовы, чтобы бороться с挑戦ами в новом мире. Чтобы создать место для человечества сверху Земли. Это символизирует развитие и развитие человечества как специи. И после этого, он будет знаменимым как мир, где люди сделали открытие галактического значения. И, в принципе, то же самое может случиться на самом деле и в реальности. Потому что, кто знает, вот мы сейчас выбираем вроде как земляне экспедицию на Марс. Вдруг мы тоже там увидим потом какие-то остатки древних технологий, как какой-нибудь высокоразвитой фракции типа протеан, на самом деле. Почему этот бейкон так важен? Все оборудованные галактические цивилизации основаны на протеанной технологии. Даже у вас. О чем я и говорил. Марс! Так что фантастика, на самом деле, не такая уж и фантастика. Мы не сможем дать это упасть в ошибки. Как кто? Фантастика, на самом деле. 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 Фантастика. Фантастика, на самом деле. Фантастика, на самом деле. Фантастика, на самом деле. Фантастика, на самом деле. А если же самое? Вот мы собственно и на Иден Прайме. Ну на сам Иден Прайме мы вернемся еще на протяжении всей трилогии не раз. Как минимум два. Да, и вот кстати говоря, тут уже некоторые удивляются что это за такие создания. Говорят, это газовые пузыри. Говорят, что они безвредные Но не знаю, если, наверное, рядом Взорваться с ними Ну-ка, давайте посмотрим Действительно безвредные Так, не забываем обследовать Усиленные полости Моторизированные суставы Взять все Не забываем обследовать уровни На предмет всяких Таких ништячков Которые вам помогут потом Да, кстати, вот чем Первый масс-эффект был хуже остальных То, что вот это именно инвентарем Такой он тут у них, что С полграммы не разберешь Защита от физ. урона Давайте поставим Так, вот мы увидим уже первых жертв Эх, бедняги, что же с ними случилось И сейчас посмотрим Поподробнее, что же нас ждет дальше Так, это прям Странная тишина К сожалению Первые потери Так, прокачали мы Получили новый уровень Так, посмотрим, что с Дженкинсом Жив ли он Как мы видим, к сожалению, нет Мы увидим, что он получит правильный Сверху, когда миссия будет complete Но я требую вас, чтобы остаться Фокусом Да, да, сэр Да, вот так вот быстро Уже с первым нашим членом отряда Разобрались Вражеский дрон, наверное, достаточно неожиданно Но это война Хороший был валец Земля его не забудет А тем временем давайте прокачаем тогда Персонажа нашего В первую очередь качаем пистолет Так, специализацию, собственно Определиться Продвигаемся дальше Я уже что-то забыл Так, и где у нас тут интерфейс Это тактический На пробел, по-моему, да? Надо бы повесить умения О, так-то теперь будет лучше Двигаемся дальше Откроем следующий набор улучшений Стимуляторы Но, по-моему, это пока что нам не очень пригодится Опять эти гады Ну, так как мы биотики, да? Наши биотические способности на синтетиков В меньшей степени подействуют, чем на живых людей Поэтому пока что толку я не вижу Наши способности на дронах Испытывать Подлечим чуть-чуть Кайдена Чтобы у него восстанавливался Хейлс Барон И продвигаемся дальше Так, попытаемся как-то обойти Это все дело Так, мы очень последнего Да, вот, все отлично Мне вот что нравится Тут именно стрельба, конечно, да Она сделана кривенько Но она сделана по законам РПГ То есть Вот из такого прицела Прицельцы Прицельную стрельбу Вести достаточно сложно Но меж тем Чем вы больше будете прокачивать Навыки оружия Тем вы будете точнее стрелять Что, в принципе, правилам РПГ Способствует А вот и Эшли Сбежала к нам на огонек Спасаясь от каких-то Дронов А вот мы видим Наглядное изображение Того, как из людей Делают Хасков Не самая приятная Картина на свете Но Тем не менее Это так Что же Поможем нашей подруге Справиться Окей, окей Погоди пока Где-то здесь броня лежит, я знаю Где-то из вашей команды Мы пытались вернуться к Викону Но мы вступили в амбуш Я не думаю, что ни одной Я думаю, что я единственная Это не твоя, Вильямс Вы не могли бы сделать Ничего, чтобы спасать их Да, сэр Мы держали нашу позицию Так как мы могли До того, чтобы Гетты нас обрабатывали Гетты не были видны В почти 200 лет Почему они здесь? Я не знаю, где-то здесь Смотрите, что-то Они не могли бы достаться Рим Это может еще быть там. Мы можем использовать вашу помощь, Williams. Ай, ай, сэр. Время для пассажиров. Скажи, что произошло в следующем этапе. Мы были отправлены несколько ночи назад из главной колонией для защиты оборудования. Было как рутинный патруль, до того, что Гетхи нашли. Мы никогда не знали, что они пришли. Что произошло с исследователей на диг site? Я не знаю. Они устроили кемпы возле Бекона. А 232 была с ним. Может, их университет лучше, чем у меня. Время для пассажиров. Вы видели там Турин-спектр? Нет, нет Турин-прома. Никакого, я не видел. Не знаю, что я смогу сказать, если один был Турин-спектр. Если вы видели этого, то вы знаете. Он уносит много огонь для уничтожения полного плотона. Вероятно, он на нашей стороне. Извините. Как я сказал, нет Турин-прома. Поехали. Так, вот. А теперь наш склад полностью пополнился. Пистолеты. Так, ну давайте страйкер. Хотя точности у него меньше и время до перегрева тоже. Но, тем не менее, урона у него больше. Так, если тут какие-нибудь улучшения. Бронебойки урон с синтетиком плюс 15. Ну давайте поставим бронебойки. Так, и насколько я знаю, где-то тут есть броня. Скорпионы, если я не путаю. По-моему, даже вот в этом ящике. Да. Память. Память помнит. Руки помнят, как говорится. Так, ну давайте поменяем её. Да. О, и теперь мы хоть будем выглядеть достаточно модно. Так, ну и давайте пока на этом этапе остановимся. Продолжим исследовать Eden Prime. Что-то случилось. Почему напали геты? Ну, конечно же, те, кто играли в Mass Effect. И так знают все ответы на вопросы. Но у нас будет своя личная история и свои личные наши персональные действия далее. Поэтому пока что давайте остановимся на этом этапе. Я сохранюсь и продолжим с этого места дальше. С вами были GamesTotalWars. Всем спасибо за просмотр и пока. До скорых встреч.